Альфим, я тебе сказал Это чья вот эта куртка? Ваня, зачем ты ее взял? Отдай, чужую нельзя брать Почему у тебя рукавов? Рукавов почему у тебя нет? Я не хочу кушать Не хочешь, совсем не хочешь Ну а вдруг захочешь А у тебя рукавов нет Это же неплохо, когда рукава Ты же к нам приходишь Он сейчас лжет Он как раз работал, хотел с нами поесть Он сейчас лжет, потому что у него рукавов нет Ну разве это плохо С товарищем вместе побыть Тем более у нас хорошо готовят Ты же дома сказал, чтобы тебе рукава сдали С рукавами Не сказал Тебе мама не дала? Ну ты подошел Папе сказал, папа говорит Я хочу, чтобы он, Альфим Тем более папа хочет, желает Будь здесь Но дело в том, что у нас есть правило Вон там висит устав Мы же тебя не прогоняем Ты сам видишь, что мы тебя любим Ну и ты нас люби Мы не приказываем тебя Ну маленько надо стараться Кого он ударил вчера? Кому подушку поставил? Поднять ноги, руки Сколько раз? Ты говорил два Я должен помнить за тебя Он говорил три Два Подставлял ножки ему или ударил вчера два раза? Будь отстроя Подножку Так Он обвиняет тебя, что ты ему подставил подножку два раза Было? Было А за что? Я тебе с прошлого рассказал За каждую подножку будет один горящий Ни под каким видом нельзя этого делать Подножку поставил, он запнулся А вокруг все, смотри Скамейки, там железо какое Глянь какие круги Он сразу голову разобьет Зачем ты ее подставляешь под одну ногу? Ты когда тому научился? Когда вы еще не говорили, я подставил А? Когда вы еще не говорили, я подставил Чего не говорили? Когда вы еще не говорили, он подставлял Я говорил уже после этого Я уже говорил, а это сделал ты вчера Я в прошлый раз говорил Не делать два Встань, согласен Еще кому подставлял ножку и ударь Тебя что, выйдет? Пять 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 или четыре раза Он там вот на поле подставил Игнать Тихонович Еще здесь Ваня сам залупается, лезет Постоянно Да, мы вместе Нас вместе надо накалять Ты выйди, расскажи Говорят, ты сам это виновен Да, мы вместе виновен А почему вместе? Я опять подножку поставлял А пока не спрашивай Ну, с одного только не лез Как? Ну что, как лез? Да как не лезть, это когда играете Ну, лез, убегал Ножку-то зачем? Ты пинал Кого он пинал еще? Меня Пинал кого-то? Меня он точно не пинал Ваня, а ты задираешься сам? Вот бывает такое, задираешься ты еще Кроме того, что он ставит А ты со своей стороны-то видишь, что ты задираешься? Да Видит Сколько раз задирался? Сколько? Сколько ты раз его обижал? Раз, два, три, четыре или пять А? Четыре или пять Два раза Четыре или пять Он четыре или пять раз тебе сдача дал? Я два раза Может, простите друг друга? А то я обоих буду сейчас Мы простили Игнать Тихонович, есть свидетели Он, Кирилл, может рассказать Игнать Тихонович Выйди, выйди сюда Ваня, он сам неоднократно лез Анфиму Да И постоянно И часто у них драка завязывалась А женщинщик драки вот был Причину скажи, как он начинает А кто в туалет убежал А Анфим подбежал и бил прям в двери Кто туда прятался? Я прятался А зачем ты в туалет прятался? Туалет вообще для чего нужен-то? Чтобы Кирилла Для чего? Чтобы исправлять нужду Справить нужно правильно, но не прятаться А ты зачем стучался, когда в туалете был? Он из меня и Кирилла Прямо мне под ножки Ну ладно, он в туалете уже Ты-то зачем туалет ломал? Нет, 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 Игнать Тихонович Вот мы сидели здесь вот С Анфимом Он подошел, говорит Я сейчас сделаю гидроудар И пукнул Гидроудар? Да А как гидро-то где? Ну не знаю Гидро-то означает вода Он должен был что сделать? Вытащить писью и пописать Другого-то он не может делать Воды-то больше нигде нет На источниках воды только писья Открой краник и пью, пью И получилось? Да, как раз Думаю У тебя получилась аура удар Аура, воздух Здорово получилось, нет? Наверное, снях вымыло как�니다 Как направленная мина противоатомная Противотанковая Игнать Тихонович, Нестор сам тоже лез к этому. Ты к нему лез, нет? Нет, лез. Когда мы в лагерь приехали, у меня поднос в форму, когда к часу накошили. И не только. Ну ты пинался, говорят, пинался. Кого он пинал или поставлял ножку еще? Меня подставлял. Ну уже от тебя разобрали. Еще кто? Все, да? Дальше было больше. Кто-то дальше говорил, там около десяти раз кого-то пнул. Вот, Ваня говорил. Еще, Ваня. Мы снять со стали, и видишь, как дело-то получилось. Теперь, плохо вот что. Когда кто-то что-то делает, ни один не скажет, что не так. Пришел новый человек, сел на качели. Игнах постоит рядом. Видит, что он вот так вот разворачивается, Захария на этом, портит веревку. Она подошла бы и сказала, Захарий, у нас не так не качается. Она до туда залезть и качнусь. Если назад не мог вернуться, то скачай, опять зайди по лесенке. Почему ты не сказала ему? Я не видела его пока. Ну не видела, ты не видела, она не видела. Ну неужели все слепые? Я ему говорил. Я, кстати, тоже говорил, Игнать Тихонович. Я тоже говорил. Говорить надо. Если он не слушается, тогда идите к воспитателю. У нас должен быть полный порядок. Он еще на красную черту. Так, веревочку дай. Посмотри, что получается. Чтобы ты ногой не пинался, пока ты в лагере, на веревочке свяжи себе ноги сам. Ты будешь прыгать как кузнечик. На, надевай. А потом, когда ты уже не будешь пинаться, тогда будешь ходить просто так. Володя, докладал ты ее какую? Она тебя не проверил даже. Она связанная. Никто тебя связывать не будет. На, твое поведение такое, что ты ногами пинаешься. Одна нога у тебя лишняя. На, связывай ноги. Обмотай их поплотнее. Поставь. Вот так связывай. И никого пинать, чтобы больше не было. Он будет прыгать, как кузнечик. Все. А потом, когда после обеда придем сюда, значит, он даст обещание, что больше пинаться не будет, подножку не будет давать. И веревочку снимет. Игнать Тихонович, а встану? Да, встанешь. Так, мы ездили в Корченом. Мы докладываем. Очень удачно съездили к Виталию. Он на религиозный скит хотел. Там все это разъяснили, пояснили. Ну и заехали к знакомым нашим. У них там дочь приехала у Семена, мы знаем. Уж она там восхищалась. Зашла на наш сайт, Красноярский край. А она уже там, не знаю, как это все. Я говорю, Наталья, да это не мое. Это Бог дал, налил, а я вылил, вам отдал. Это не мое. Ой, да там столько, там это только. Ну, короче, так. Вот какое дело. Вы сейчас все за мной пойдете, вот к тем дверям. Я покажу вам, как пасти коров. А ты, кузнечик, прыгай сзади. Пошли. Прыгай, как хожу. Идем все сюда. Куда девать? Так осторожнее, не упади, смотри. Не расшибись. Не надо кепки. Стой, куда ты пошел? Сюда, сюда, остановитесь. Сюда, на ту сторону. А кепки там нет. А куда, в каком? Тут кепки нет, мы за территорию закончим там. Поскорее. Сюда, видишь, как он здорово получается у него. Смотрите, будем учиться пасти правильных коров. Вот это вот коровы идут. Смотрите, уйдите оттуда, назад. Куда вы лезете? Вот эти вот ворота, я сказал, туда все назад. Вот это коровы идут. Коровы разбрелись, и их надо гнать домой. Что у нас получается? Вот коровы идут. Табун. Похоже? Похоже. Вот пастух гонит, а вот это вот ворота. Яша, Яшенька, маленько в сторонку. Отойди туда, голубчик. Вот оттуда, смотри. Им надо загнать вон в те ворота. А они идут сзади. Вот главный пастух. Ну, главный пастух, скажем так, сегодня пас Ерема. Ерема идет как главный. Вот смотрите, он гонит здесь. С Еремой пасут двое. Это Ваня... Нет, кто пас? Я. Да, ты пас и Нестор, да? Что они делают? Ваня правильно с прутиком идет, вот здесь подгоняет. Коровы отстают, и он ее гонит. Надо нам попасть вот в эти ворота. Что делает Нестор? Нестор видит корову вот здесь вот. Она от коровы в маленьком стороне. И он ее... Ее трогать не надо. Когда все подойдут, вот сюда вот, выровняются. Вот сюда вот коровы. Вот тогда эту корову гнать. Пока коровы вот здесь, вот, вот эти коровы идут. Ту корову гнать нельзя. Нестор ее захватывает. Вот это маленький Нестор. Что он гонит? Он ее гонит. Ваня вот здесь вот идет. Это Ерема. Он ее, эту корову, гонит дальше. Гонит, гонит ее. Одну корову гонит. Теперь коровы идти уже не могут в эти ворота. Почему? А он с прутом. Коровы не понимают, что если она щихнет, то от Нестора только штанишки полетят. Она такая сильная. Но она боится его, как большого человека. У быка глаза такие, что они смотрят на человека. На маленького человека, на такого. И видят, как будто это огромный человек. А у Гуся наоборот. Он смотрит на большого человека и видит вот таким маленьким. Его бежит и щипет его. И он, кажется, ребенок. А у быка, у быка наоборот. Она смотрит на такого. Вот бык. Ему кажется, здоровый мужик. Надо его бояться. Он боится его. У него глаза по-другому устроены. Это образно говорю, образно. Не оптика здесь. Ваня, это сказать. Вот гонит Нестор. И уже я гляжу впереди. Одну корову гонят. Все коровы остановились. Куда они пойдут-то? Там Нестор. Я говорю, ты что делаешь-то? Он не понимает. Такого пастуха. Заворотник-то в яму. Я ему назад идите. Он тогда назад идет. Вторую корову хватает. И тоже опять же так же гонит ее. Вот он где. Теперь он с прутом стоит впереди стада. Коровы как пойдут? А вот они ворота. Они не могут пойти. Почему? А там Нестор. У которого нет умения пасти. Он навыка не имеет. Но ему это почему-то не подсказал. Я кричу ему. Он ее бросает, корову. И вот туда тогда отошел. Он даже не знает, что делать. Кого гнать-то? И рюмку гнать только? Так было? Да. Ну, конечно, рейди сюда поближе. Я спрашиваю. Я тебе рассказываю. Тебе понятно, что я рассказываю? Ты корову гнал, когда она была одна. И ты ее загнал уже вперед стада. Так было? Так было. Так пасти не надо. Корова пусть там и будет. Он должен вот здесь вот идти. И гнать некого. Но вот эти коровы движутся вперед. Вот они. И, наконец, эта корова, которая с ее стороны, она окажется сзади. Теперь он ее подгоняет. Но вперед не надо гнать. А чтобы на этом уровне все коровы были. Игнатий Тихонович. Поняли, нет? Да. Корова пошла туда. Вот теперь надо за ней забежать и вот сюда гнать ее. Ее, чтобы загнать корову, надо маленько оббежать подальше, а не отсюда гнать. Вот она здесь, а ее надо в ворот гнать. Значит, он должен был нестар вот так идти подальше, маленько подальше и оттуда начать ее давить сюда. Можешь Игнатий Тихонович? Давить. Опусти маленько юбочку. Опусти. А вот эта корова, если здесь, ее, чтобы к табуну подогнать, ее не так, надо гнать сзади-то. А Нестору надо вот сбоку и теперь сюда гнать ее. Гнать ее к стаду. Она зашла в стадо, а ты теперь иди назад. И вот так они все идут. Вы меня поняли? Да. Когда ребята наши, деревенские хорошие ребята, пойдут пасти, я снова вас отпущу. А когда пойдет девочка пасти, я вас девочек отпущу. И чтобы вы гнали, знали, куда гнать. Нигде за одной скотинкой не бежали туда вперед, а надо вместе все, чтобы шли. Если она отстала в кусты, где-то зашла, теперь пастух, вот он главный, он посылает вот этого, вот или вот этого Ваню. Ваня должен с той стороны оббежать ее, с той стороны, и с той стороны гнать. А если ты отсюда будешь гнать, она уйдет тут. Если сюда, она поперла туда. Ее надо к табуну. Значит, с той стороны, ну покажи, откуда ты должен эту корову гнать. Вот ты, это ты. Покажи, откуда гнать корову. Вон оттуда, кто в эту корову. Ну вот и погнал. Да зачем ты, это ты. Ты вот прыгаешь, это Нестор прыгает. Куда так гнать на корову, или зайти оттуда гнать, или отсюда. Откуда гнать? Покажи. Ну-ка. О, о, правильно. О, это настоящий пастух будет. Игнать Тихонович. Так, Ваня, вот корова, корова вот эта вот ушла вот сюда в сторону. А ты вот он где. На, покажи, как ты будешь гнать. Так. О, вот правильно. А этот пастух старший, он вами руководит. Ее подогнал и скорее пять назад к нему. Игнать Тихонович, вычислили две коровы, потому что он сказал, что восемь коров должны еще остаться но в общем, понятно, да? Кто не понял? А кто так понял? Захарик понял? Придется постеть, отдыхать на поле. Вам с тобой нахладут еды дополнительные, чтобы вы порадовали. Но зря коров не гонять. И нельзя сдержать и гнать дальше. Дальше на хорошую траву, чтобы молока было много. Так, пойдемте дальше разговаривать. Ой, я вот съездил сегодня долго, а то меня натрясло. А вы на мотоцикле ездили? Да. Рубаху одень нормально. Чего она у тебя болтаешься? А чья корова-то была? Чей теленок был? Да разница нет, чей, хоть чей будет. Так, все, остановись пока. А что за теленок? Зуля, да. Вот как плохо ты гвозди, только еще один нашел гвозди. Смотрите, чтобы в гвозди не попал он. Давайте молимся за стол. Иначе Тихонович, вот еще раз. Отец Небесный, благослови нас. Господи, вразуми нас и дай нам послушание святым Твоим заповедям. Ощи всех на Тебя, Господи, уповая, Ты дашь им пищу во благовремение, отверзайши щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки ляков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освети дары Твои словом истины и молитвы. Смотрите, какая у нас кошка рыжая. Она всех мышей переловила. Тут было много мышей, и она, видите, за два дня все подмела, ни одного нигде нет. Она даже пузельщиков ящерку поймала. Она работает. Так, вопросы какие-нибудь есть? Так, садимся за стол. Руки кого не мутая, помойте. А в платочке?